Дембельский аккорд КП основания в отдельно взятом доме. В Шиченковском районе жильцы новосозданного ОСМД подозревают слесарей в расхищении подвальных коммуникаций в их доме. За процессом вырезки труб в подвале застали сотрудников основания накануне вечером. За развитием событий наблюдали и наши журналисты. Моторостроители 22, 14-этажный дом, жильцы которого только создали свое ОСМД. Но в собственность свой дом и коммуникации еще не получили, поэтому пока все, что находится в подвале, в ведении КП основания. Накануне вечером жильцы заметили, что там ведутся какие-то работы, сообщили председателю ОСМД. Я пришел, подошел к слесарю, говорю, какие работы у нас ведутся? Никаких. Работ нет, говорю, где ключи от нашего подвала? В аварийной службе. Говорю, хорошо, подхожу к дверям, пробую, двери так немножко как бы болтаются. Содернул, проволока выскочила, три человека работают в закрытом помещении. Банальное воровство, да, да. Потому что они знают, что с 1 июля они будут это все отдавать. О внимании слесаря привлекла бойлерная, которая уже с десяток лет не эксплуатируется. Здесь проходят хорошие трубы, которые и резали болгаркой слесари. Впрочем, мастера основания, говорят, хотели сделать приятное напоследок жильцам дома. Фланцы нам не нужны, нам нужна прямая труба, участки прямой трубы. Потому как материалов не хватает, хорошая труба бесхозно пропадает в подвале, а мы хотели ее вварить в этом же соседнем подвале на трубу холодной воды, которая в крайне аварийной ситуации. Хотели напоследок сделать доброе дело. Правда, документов на выполнение работ нет, но это оказывается нормально. Наряд на выполнение работ, я говорю вам, закрывается в конце месяца на выполнение работ. Правда, в общении с жильцами мастера коммунального предприятия забыли упомянуть, что этот агрегат – водоводяной подогреватель. Как нам разъяснили инженеры теплотехники, самое ценное в нем – латунные трубки, расположенные по всей длине основной трубы, по которым проходит вода. В каждой такой трубе должно быть 19 латунных трубочек, общий вес цельной секции порядка 100 килограммов. Однако во время съемок трубы были пусты, а латуни и след простыл. К слову, по скромным оценкам, цена за килограмм лома латуни – порядка 60 гривен. Пока снимаем в одном подвале, из другого в срочном порядке выносят вещи. Оказывается, здесь уютно расположилась многоквартирная бытовка, где по задумке должны были работать и находиться в течение рабочего дня слесари, но почему-то решили, что можно и пожить. По словам председателя ОСМД, здесь постоянно проживали люди. Мастера были в курсе, мастера знали об этом основании, говорили, ну вот потерпите, вот там месяцок, вот мы выедем, вот мы съедем. А как, для чего вообще их сюда заселялись? Ну, это не к нам вопрос, мы не могли выгнать, мы не имели права на это, потому что мы еще пока не являлись ОСББ, мы не могли забрать в них ключи, не дать им доступа сюда. Ну, слесаря им разрешила основание здесь жить. Уборщица с кем-то там еще. Вот такая у нас картина. За все это оплатил наш дом, за свет, за электричество люди платили. Во всей этой ситуации предстоит разобраться правоохранительным органам. Жильцы новосозданного ОСМД тоже не собираются опускать руки. Вероятно, будут требовать восстановления систем, пусть даже не эксплуатирующейся, бойлерной.